Приветствую вас! Достучаться до мужа можно только изменить своё поведение. Сейчас ваше поведение поколось, что оно полностью жертвенное, оно полностью зависимое от человека, оно полностью дискредитирует вас как личность, как партнёра, как человека и как жену. И как женщину, кстати говоря, тоже. Дискредитируют, потому что вы, по сути, обесцениваете свой выбор. Вы, по сути, обесцениваете выбор своего мужчины. Вы, по сути, демонстрируете, что вы не хотите признавать того факта, что это вы выбрали такого человека. И вы не желаете брать ответственность на себя за этот выбор. Это первое. Второе. Чтобы достучаться до мужа, чтобы муж, точнее, захотел понять и принять вас, ему нужна мотивация. Если этой мотивации нет, то он никогда не изменится. А мотивацию эту вы ему не даёте. Скандалы, разговоры – это не мотивация. Мотивация – это конкретные действия, конкретные изменения в вашем поведении. Далее. Вы говорите про руины, в которых вы живёте. Хорошо. Вы выбрали эти руины. Вы выбрали эти руины. Вы приняли мужчину таким. Но вы постоянно ждали, что так получается из вашего текста. Вы постоянно ждали, что он изменится, что он станет другим, что он что-то поменяет. То есть, вы взяли так называемую тестовую или демонстрационную версию своего мужа. Но вы не хотите признать, что это полная версия, что он такой человек. И вы либо принимаете его, либо нет. И если вам кто-то не нравится, то менять необходимо своё, в первую очередь, поведение. Потому что человек не изменится, нет мотива, нет стимула. Понимаете, в чём дело? Если вы изначально поставили себя так, что вы обеспечиваете себя, своего ребёнка, там, обеспечиваете лекарствами свою беременность, а мужчина, имея деньги, может отправлять эти деньги, как бы, в свою предыдущую семью, да, помимо тех средств, которые он обязательно отправляет. Если вы поставили себя так, то так и будет кломать на ответ. Это всё. Другое дело, если бы у него не было денег, надо. Это другой вопрос. Дальше. Вы пишите, у меня такая ситуация второго брака первого лица. То есть, смотрите, у вас уже, получается, в первом браке не получилось, а второй брак тоже не складывается. Вот. Здесь имеет место быть сценарное поведение, которое нужно корректировать и разбирать. Вот. Проблема в том, что вы сейчас беременно-беременны, и судя по тому, что у вас в январе появится ребёнок, да, то это очень, как вы говорите, большой срок. И сейчас на этом большом сроке беременности работать, не консультироваться, что-то корректировать и менять не имеет смысла, потому что из-за беременности, да, у вас могут быть и припады настроения, гормональные, могут быть перебои и прочее. Поэтому, мне кажется, что вам необходимо родить ребёнка сейчас, просто родить его. Дальше можно будет что-то делать, дальше можно будет работать. Вот. Но совершенно очевидно, что есть причины, по которым у вас второй брак уже не складывается. Дальше. У мужа тоже второй брак, а первые две дочери, 17-20 лет. Эммм. Вот они достаточно большие. Четыре года живя один, и отдавал половину своего плечета больше жене на детей, иногда и больше. Ну правильно, там всему как бы не надо было, да. Летом мы стали жить вместе, в ноябре расписалась, ну, мне кажется, как-то быстро у вас ребенок появился на самом деле. То есть, не очень понятно, куда такая спечка, тем более, если у вас уже ребенок есть, у него тоже непонятно, куда вы спешите. Для чего ребенок, собственно. Вот. В ноябре расписалась. Эмм. Я уже на большем сроке беременности. Так. Ну, то есть, тут тоже получается, что вы забеременели и после беременности уже расписались. То есть, это тоже, я возглавил вопрос. Эмм. Значит, он продолжает отдавать себе довольно большую часть своего дохода в эту семью. А почему не должен отдавать часть своего дохода в эту семью? Знаете, Александр, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Мужчина делает то, что он ожидает нужным. Почему? Потому что вы оба сформировали таким образом свои отношения. То есть, вы оба сформировали свои отношения так, что у него есть возможность отправлять большую часть своего дохода, а не большую, а большую, так я так полагаю, надеюсь. Вот. Вдруг другую семью. Но даже сама постановка вопроса здесь не совсем верная. У него нет той семьи. Есть просто люди. Которым его что-то связывает. Ставит, как правило, в такой ситуации что? Чувство вины. Да. Долг. Ну и манипуляцию. То есть слабость. Слабость личных границ. Вот. Но это его проблема. Не ваша. Дальше. Пока работал, в основном мой бюджет шел на продукты хозяйственной нужды. Себе лекарства по беременности и своего сына я полностью обеспечиваю сама. Вот. Александр. Вот. Ну вы все сами. Ну сами. И мужчина поэтому привыкнет, что несмотря на то, что вы у него есть, он может делать, он может нанести ответственность. Да, ладно. Нет, нет, ну а что такого, если вы себя так поставили? Что такого, если вы сразу на начальных этапах отношений, да, не поставили себя, верно? Вот. А сейчас вы уже скандалите, сейчас вы требуете, сейчас вы говорите, что я не выдержала. Так, если не выдержали, значит терпели. А ради чего терпели? Зачем терпели? Понимаете? Какая штука. То есть, это вопрос, опять же, вашего восприятия. Далее, от него часто слышу, что деньги закончились, денег уже нет и тому подобного. Ну, здесь, скорее, нужен контекст. То есть, не сами фразы, да, а контекст именно, в каком контексте он это говорит. Там еще, ну, если он говорит в контексте, например, обвинения вас, то типа, что ты вот с меня постоянно, там, деньги тянешь и прочее, да, ну, это один момент, ну, одна сторона. Если он договорит в каком-то другом контексте, то и в другой контексте. Здесь сами слова по себе, они ничего не значат. Дальше. Бывшая жена, помимо того, он присылает, он присылает дочерям, тянет из него то на репетиторов, то что ты еще. При этом успешно манипулирует им с помощью детей. Но здесь вы уже когда оцениваете ее, то здесь у вас выразит на отношение к ней, здесь у вас как бы идет борьба с ней и конкуренция. То есть, это неуверенность в себе. Опять же, вы не можете отстоять свои личные границы, вы не можете отстоять свои интересы и вы перекладываете это на жену, на его бывшую жену, типа она виновата. Вот. Это деструктивная позиция. А вот почему вы не можете отстоять свои интересы, это интересный вопрос. То есть, как бы, это вопрос вашего восприятия себя, неуверенности, страхов, представлений, например, об отношениях, что мужчина там должен меняться и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть, она не тянет из него. Это в корне неверная постановка вопроса. У них так сложились отношения. Тянет она для вас. Вы видите так, что она тянет. Вот. И вы видите в этом угрозу для себя. Ага. Дальше. Так. Я говорил с ним не раз на эту тему. Какой будет смысл говорить? Какой разговор? Тут, известно, повторю, не помогут. Тут поможет только поведение. Сказал он, что радость, он так расчетно относится к детям, он очень заботливый и любящий отец. Против помощи имя ничего не имею. Но только не в ущерб нашей семье. Ну, здесь надо сразу определить, да, кто что понимает перед ущербом. Это первое. И второе. Вы пишите, что он очень заботливый отец. Я вот, если честно, сомневаюсь, что он такой заботливый и любящий искренне. Потому что, ну, явно он это делает из чувства вины. Так. Все тщетно, правильно? Так что вы поведение не меняете. Ждете от него изменения поведения, а сами своего поведения не меняете. В последних случаях выдал меня из колеи. Так, то есть, вот опять, да, вы переносите ответственность за то, что вас вывели из душевного равновесия на случай. То есть, не вы вывели себя из равновесия, да? Не у вас оказалась недостаточно прочная, уверенная организация, скажем, ну, своя, душевная. А случай. Случай вывел вас из равновесия. Понимаете, это вот вопрос об ответственности. Так. Так. Он получил некую компенсацию и полностью всю, помимо алиментов, обалдеть. Ну, опять же тут, как бы, размеры на компенсацию нужно, если там 2-3 тысячи это одно, если это 20-30 тысяч это другое, да? То есть, как бы, опять же, в каком контексте это все говорится? Вам обидно, что он просто компенсацию дал? Или вам обидно, что деньги большие он отдал? Или вам все другое обидно? Или вас что-то еще задевает? Или вы боитесь всего? Понимаете, вот тут контекст нужен, а не просто факт. Вот. У нас, грубо говоря, общий ребенок. Не у нас. У вас. Так надо. У вас будет ребенок. Как муж ваш его воспринимает? Это непонятно. Еще. Так. У нас, грубо говоря, общий ребенок, которому можно что-нибудь купить. Дома абсолютно нет ремонта. Грубо сказать, руины. А раньше вы о чем думали? Вот когда, ну как бы, когда, ну не беременели, а когда решили оставить ребенка, скажем так. Когда вы его изучали, когда вы узнали о беременности, решили вас оставить. Вы на что рассчитывали? Вы, ну как бы, ничего хотели? То есть, вы говорите, у нас руины. Так, да, руины. Так, аааа. Как бы, ну, к этому же подготовиться нужно было. Почему вы только сейчас на руины обращаете внимание? И окей, если у вас сейчас руины, руины, то так ли руины и отсутствие ремонта влияют на ребенку? Так ли? То есть, тут вот два момента. Одна же не выдержала, устроила скандал. Так. Ну хорошо. Вы молодец, Александр, а в том, что вы берете ответственность за то, что вы устроили скандал. Это вы молодец. Тут я совершенно точно могу сказать, что вы молодец. Другой вопрос. Другой вопрос. Вы понимаете, что вы устроили скандал? И вы понимаете, что вы не выдержали? С одной стороны, здесь, эээ, ну что-то. Чувства, то есть, не умение справляться с чувствами, очевидно. Это же не умение даже не справляться с чувствами, а не умение их адекватно, эээ, ну, выражать эти самые чувства. Вот. То есть, эээ, здесь вот, эээ, такая ситуация, на мой взгляд. Такой момент, такой момент. Эээ, потому что, ну, вы устроили скандал, да? Вот. Дальше. Значит, вы пишите, что вы устроили скандал. Для чего? То есть, ну, почему вы устроили скандал? Опять же. Как бы, это, эээ, очень важный момент. То есть, вы, вы, получается, эээ, ну, долго всё держали в себе, да? И потом, вот, лавинообразно, эээ, выразили. Вот. А, почему, да, почему держали? Почему держали? Как бы, что мотивировало вас, эээ, держать, эээ, как бы, всё в себе? Почему, эээ, вот, эээ, в реальном времени вы свои эмоции не выражали? То есть, вы вот пишите, что я с ним говорил и не раз. И получается, что в разговоре ваши эмоции, ваши чувства выражены не были. Ну, я, я так, эээ, вот, предполагаю. Да? Я так, эээ, я так предполагаю. Вот. Ну, так, давайте этот момент тоже поисследуем. Дальше. Эээ, так, значит, эээ, указал, что он живёт в предыдущей семье, не войдя в настоящее. Это заделить детей, вы, чёрт, наши семьи нервы сдали, всё-таки я в положении, но всё бесполезно. Так, вот, вы себя оправдываете, нервы сдали, всё-таки я в положении. То есть, ребят, снимаете с себя ответственность. Да, мужчина живёт, эээ, вот, как бы, эээ, значит, ну, как бы, да, он живёт, вот, в предыдущей семье. И да, вы это знали. Вы знали, что это так. Вы понимаете, что это так. Так, эээ, просто человека не принимает таким. Вот. Что касается ущерба вашей семье, то тут противоречия. Вы говорите, что он живёт в предыдущей семье, не войдя в настоящую. Так, если он не ваша, не вошёл в настоящую, какая может быть ваша семья? То есть, вы вот определитесь как-то со своей позиции, чтобы она не проседала, чтобы она не была противоречивой. Да? Вот. Всё бесполезно, правильно? Потому что, опять же, это просто скандал, просто слова. Это не измена, эээ, не измена вашего поведения. Это не перемена его. А, дальше. Я ещё не раз говорил, что бывшая жена давит у него, испортит детей, а он верит каждое слово. Ну, и до чего вы это, опять же, говорите? То есть, эээ, ну, зачем? Зачем вы это говорите? То есть, вы как вот вообще считаете, что он не знает этого, или что? Ага, то здесь вы выступаете уже в качестве родителя. Для своего молодого человека, для своего мужчины. Так. Ну, и дальше вы пишите уже про него. Одна, с появлением, эээ, с появлением дочки ничего, скорее всего, не изменится, если не изменится ваше поведение. Поэтому вам нужно искать вариант спокойно родить, а дальше уже консультироваться у психолога для гармонизации ваших отношений и для корректирования своего сценарного поведения, что приводит к тому, что второй брак у вас не складывается. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.